В этом дворе на улице Куйбышева абсолютно очевидно не хватает парковочных мест. Автовладельцы оставляют свои машины прямо на газоне. И если зимой проблема не так ярко выражена, то летом изъезженный газон уродует пейзаж, а в сырую погоду грунт с него автомобили разносят по всему двору. Поэтому вместе со своим депутатом жители домов решили облагородить стихийную парковку, организовав таким образом порядка семи машиномест. В прошлом году был сделан проект на это расширение. В этом году будем реализовывать по программе поддержки местных инициатив. В том числе с участием граждан и спонсора. Специально разрабатывали проект таким образом, чтобы ни одно дерево, ни один кустик не был затронут, дабы избежать компенсационного озеленения и таким образом удорожания проекта. Общая стоимость проекта – 340 тысяч рублей. В случае, если он пройдет конкурсный отбор, половину суммы выделит областной бюджет. Еще 30% – городская казна, остальное – средства жителей и спонсора. Год назад по такой схеме в этом же дворе появилась детская площадка. А вот в ТИЗе, благодаря программе поддержки местных инициатив, в прошлом году заасфальтировали три проезда и проложили канализацию по двум улицам. Общая стоимость работ – порядка 7 миллионов рублей. Вдохновленные результатами жители микрорайона и в этом году заявились на конкурс. С не менее масштабными проектами. При положительном решении конкурсной комиссии в ТИЗе появится еще два заасфальтированных проезда и еще по двум улицам проложат канализацию. Каждый проезд по ремонту покрытия будет где-то в районе миллиона рублей. И еще канализация на 4 миллиона рублей. Но окончательная стоимость будет определена уже по результатам конкурсных процедур. Это программа поддержки местных инициатив, она очень хорошо нам в помощь. И я думаю, что в дальнейшем мы продолжим реализовывать такие проекты. Всего в рамках ППМИ в этом году в Сарове может быть реализовано 8 проектов. Софинансирование по каждому из них может достигать 2 миллионов. Чтобы войти в программу поддержки местных инициатив, необходимо провести собрание жильцов. А после протокол собрания и документы по проекту представить до 23 марта в Департамент городского хозяйства. Время еще есть, но, как утверждают специалисты, в конкурсных вопросах важна каждая минута. Срок подачи тоже бывает влияет. Если мы наберем, например, одинаковое количество баллов любой из проектов с каким-то другим проектом, кто быстрее привез, играет роль. Вопросы благоустройства остаются приоритетными как на уровне федерации, так и на уровне районов и муниципалитетов. В прошлом году в Сарове софинансирование в рамках ППМИ получили все 8 заявленных проектов. Есть надежда, что в этом году ситуация может повториться. Более подробную информацию об участии в программе поддержки местных инициатив можно получить в ДГХ по телефону 97768, а также у депутатов по своему округу. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.